Говорит Черкесск Здравствуйте! Умарти Киев о некоторых событиях республики. И вот что главное. В Карачаево-Черкесии рост заболеваемости ОРВИ-гриппом за неделю свиной грипп выявлено у 13 человек. Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, дороги, социальная защита и образование – эти темы волновали жители республики, обратившиеся в Центр управления регионом. Делегация Карачаево-Черкесии принимает участие в дополнительной общеобразовательной программе «Технолидер» во Всероссийском детском центре «Смена Краснодарского края». И в картинной галереи Черкеска в течение месяца пройдет выставка «Сокровища земли нартов». Далее об этих и других темах подробнее. В столице республики состоялось открытие соборной мечети на 7 тысяч верующих. Это стало одним из самых знаменательных событий в рамках празднования столетия Карачаево-Черкесии. Глава региона Рашид Тимрезов поблагодарил всех, причастных к строительству мечети. Сегодня один из праздничных дней в истории республики. Эту мечеть на самом деле строил каждый житель Карачаево-Черкесии. Кто помогал делом, кто молитвами, сказал Тимрезов. Глава региона Рашид Тимрезов также сообщил, что в следующем году в Черкесске начнется строительство республиканского медресе. Сегодня на самом деле, я считаю, что один из самых праздничных дней в истории нашей республики. В истории республики многонациональной, многоконфессиональной, очень дружной республики. Здесь в мире и согласии проживают люди всех конфессий, более 100 национальностей. И, конечно, самое большое богатство, как все мы знаем и всегда об этом говорим, это наши люди. Мы, на самом деле, очень долго ждали этого дня. И хвала Всевышнему, что сегодня мы, наконец-таки, открываем нашу соборную мечеть. Я хочу выразить искренние слова благодарности, в первую очередь, всем жителям нашей республики, верующим, всем тем людям, которые долго ждали этого события. Эту мечеть, на самом деле, строили каждый житель Карачаево-Черкесской республики. Кто помогал делом, кто помогал своими молитвами. И слава Всевышнему, сегодня мы с вами присутствуем на открытии нашей соборной мечети. Следующее строительство, это будет строительство республиканского мадресе в городе Черкесске, которое мы начнем в следующем году. Очередная 43-я сессия Народного собрания Карачаево-Черкесии состоится 15 декабря в Большом зале Дома правительства. Парламентарии рассмотрят несколько законопроектов, в числе которых о внесении изменений в региональный закон о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период до 2024 года. О республиканском бюджете на следующий год и плановый период до 2025 года. О внесении изменений в закон о порядке выпаса, содержании и прогона сельскохозяйственных животных. На площадке торгово-промышленной палаты Карачаево-Черкесии прошла встреча сельхозтоваропроизводителей республики с представителями Национальной ассоциации оптово-распределительных центров, которые рассказали о вариантах реализации сельскохозяйственной продукции как на российском рынке, так и на рынках Китая, Вьетнама, Индии и Ирана. Представители регионального минсельхоза отметили, что в республике реализуется ряд приоритетных и прорывных инвестиционных проектов. В том числе в рамках одного из них планируется строительство оптово-распределительного центра единовременного хранения до 60 тысяч тонн продукции, садоводства и овощеводства. Комментирует информацию член комитета по развитию АПК при торгово-промышленной палате России Владимир Лещук. О работе в условиях специальной военной операции, о работе, которую правительство, министерство, ведомство предпринимают для облегчения жизни и деятельности предпринимательского сообщества, бизнес-сообщества, ну конкретно даже аграрного сообщества, фермеры, производители продукции, те люди, которые непосредственно работают на земле. Мы хотим вам рассказать, как правильно работать, что нового, что сделать для того, чтобы бизнес даже в этих условиях развивался. Более 220 километров газопроводов построено в республике за последние 10 лет. Это позволило газифицировать 40 населенных пунктов, что вдвое превышает показатели 10 предыдущих лет. В целом уровень газификации региона вырос с 73% до 82%. Первичный пуск газа был осуществлен в 9 населенных пунктах Урупского, Зеленчугского и Карачаевского муниципальных образований, в том числе на труднодоступных горных территориях. Вместе с тем в регионе будет построено 6 межпоселковых газопроводов для обеспечения 19 сел газом по программе развития газоснабжения и газификации республики. Инвестиции публичного акционерного общества «Газпром» в газоснабжение и газификацию Карачаево-Черкесии до 2025 года составят 2 млрд 700 млн рублей. Центр управления регионом Карачаево-Черкесии подвел итоги работы и рассказал о приоритетных направлениях на ближайшее время. Основная задача ЦУР – выстраивание коммуникаций между органами власти и жителем республики. Зафиксированные в системе «Инцидент-менеджмент» обращения жителей республики оперативно направляются в профильные министерства и ведомства для дальнейшего решения проблемы. Для предоставления первичного ответа на сообщения специалисты потратили 54 минуты. Таких результатов удалось добиться благодаря слаженной работе с ответственными сотрудниками органов исполнительной власти и местного самоуправления, которые отвечают за коммуникацию с населением в соцсетях. Главный санитарный врач Карачаево-Черкесии Сергей Бескокотов рассказал журналистам республиканских СМИ о результате мониторинга эпидемиологической ситуации по ОРВИ гриппу в республике. В этом году мы выделили уже 18 лабораторно подтвержденных случаев гриппа среди населения республики. Из них только на прошлой неделе было выделено 13 случаев. Из этих 13 случаев могу сказать, что ни один человек не был привит против гриппа в течение предыдущих нескольких месяцев. В нашей республике всего привито против гриппа больше половины населения, порядка 51%. Это довольно-таки большая цифра, количество иммунной прослойки у нас довольно-таки высокое, но 50% все-таки не защищены и подвержены заболеваемости. Что можно сказать о характере заболеваемости в данный период? Где-то треть случаев, примерно каждый третий заболевает тяжело, в средней тяжести. Две трети проходят в легкой форме течения. В настоящий момент болеют как дети, как и взрослые. Наблюдается это практически по всем районам республики, у нас нет. Может быть только в Урубском и Малокарачайском районах заболеваемость чуть-чуть ниже, но также заболеваемость регистрируется. Руководителями предприятий, имеется в виду это школы, детские сады, точечно принимаются меры по приостановлению учебного процесса или по переводу детей на дистанционное обучение. Группа школьников республики в составе 14 человек принимает участие в дополнительной общеобразовательной программе «Технолидер» во Всероссийском детском центре смена Краснодарского края. Программа направлена на развитие ключевых лидерских компетенций обучающихся, поддержку социальной инициативы, ориентирована на выявление и реализацию лидерского потенциала обучающихся. В рамках мероприятия пройдут мастер-классы, экспертные сессии и встречи с успешными людьми, а также конкурс «Эссе» «Лидер будущего», конкурсная программа «Талантливая смена» и многое другое. В Москве стартовал финальный этап российской национальной премии «Студент года-2022». Студенты Диана Кумукова, Мадина Малсугенова и Дарина Булгарова представляют регион в таких номинациях, как «Староста года» и «Творческая личность года». Подробности сообщил начальник управления молодежной политики и социальных проектов Карачаева-Черкесского госуниверситета Наурос Капушев. Пора признаться, что мы делаем столицу нашей любимой страны на Всероссийском студенческом форуме «Твой год-2022». Делегация из нашей республики, из Индустриально-технологического колледжа, Аграрно-технологического колледжа, Северокавказской государственной академии и, конечно же, Карачаево-Черкесского государственного университета приехала для участия в финале премии «Студент года-2022». Мы участвуем в направлении «Авторческая личность года», «Староста года» и «Киберспортивный клуб года». И мы, конечно же, победим, потому что всю неделю мы будем идти к этой победе, и мы готовы стать лучшими. Спасибо вам за вашу поддержку. По поручению главы республики Рашида Тимрезова отремонтирован участок автомобильной дороги, соединяющей Черкесск, Хабес и Архыз. Он был включен в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы начались весной этого года. В ходе капремонта на участке заменили земляное полотно и устройство нового двухслойного асфальтобетонного основания. Покомментирует информацию главный инженер управления «Крачево-Черкесск-Автодор» Мойя Отхутов. На данном участке у нас двухслойное асфальтобетонное покрытие. Нижний слой из крупнозернистого асфальтобетона толщиной 9 см. Верхний слой из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 5 см. Данные асфальтобетоны приготовлены на основе современных ГОСТов, СНИПов и соответствует всем нормативным требованиям, которые у нас действуют на сегодняшний день. До конца 2023 года отремонтируют четырехполосный участок федеральной дороги А-155 Черкесск-Дамбай, граница с Республикой Абхазия, на маршрутном отрезке от столицы региона до Усть-Джигуты. Об этом рассказала пресс-секретарь управления федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Милана Тхамокова. Ввиду возросшей интенсивности движения свыше 25 тысяч автомобилей в сутки, на существующем покрытии образовались дефекты – трещины, колейность и сдвиги покрытия, а на отдельных участках наблюдается застой воды у подошвы насыпи. Итогом ремонта по заказу ФКУ «Пордор-Кавказ» станет восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик и изношенных покрытий дорожной одежды на популярном туристическом направлении. Дорожники выполнят фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и усилят основание методом холодной регенерации. Данная технология позволит использовать повторно отфрезерованный материал, что является примером безотходного производства, а также при помощи специальных добавок сделать дорогу более устойчивой к нагрузкам. Затем устроят два слоя асфальтобетона – выравнивающий и верхний щебеночно-мастичный, который отличается стойкостью к износу и высокими показателями сцепления колес с дорогой. ГИБДД Республиканской столицы призывает жителей и гостей Черкеска быть внимательными к дорожным знакам. По распоряжению мэрии изменено направление транспортного движения на площади Кирова на участке от улицы Горького до Кавказской. Об этом рассказал инспектор направления по пропаганде отдела ГИБДД МВД России по городу Черкесску майор полиции Руслан Каблахов. Хочется обратиться к гражданам, чтобы они были внимательнее и смотрели на знаки. За данное нарушение идет административное наказание в виде штрафа в сумме от 5000 рублей либо лишение водительского удостоверения от 4 до 6 месяцев. Знак, который стоит под уступой дороги, поворот налево запрещен. Здесь штраф идет от 1000 до 1500 рублей. С 15 декабря текущего года по 15 января следующего года в картины галерии Черкеска пройдет выставка «Сокровища земли нартов». Представленные работы продемонстрируют эпические образы персонажей и героев нартиады и их быт, созданные на основе одного из мировых памятников устного народного творчества нарты. Будут выставлены работы как известных, так и молодых художников и мастеров декоративно-прикладного искусства Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Сотрудники Усть-Джигутинского следственного отдела провели встречу с учащимися Усть-Джигуты с целью профилактики экстремизма в подростковой среде. Школьникам рассказали о недопустимости проявления экстремизма в какой бы то ни было форме. Особое внимание обратили на соблюдение мер предосторожности, в том числе в социальных сетях. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 3, плюс 8. Утром местами на дорогах гололедится. В Черкесии без существенных осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду. Утром на дорогах гололедится. А столбик термометра поднимется до 6 градусов. Это все новости к этому часу. С ними я вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok